Всем привет! В данном видео будет небольшой обзор нового альбома группы Megadeth. Самая плодовитая группа большой четверки трэш металла Megadeth 2 сентября наконец-то выпустила свой новый, уже 16 по счету альбом, который получил название The Sick, The Giant and The Dead. В истории группы еще никогда не было такого большого перерыва между пластинками. Прошлый альбом «Антиутопия» вышел еще в 2016 году. За это время в группе, да и в мире, происходили различные события, которые явно не способствовали выходу данной работы. Для начала о кадровых изменениях. Крис Адлер, который барабанил на прошлом альбоме в ходе тура, решил посвятить себе своей основной на тот момент группе Lamb of God. Таким образом, новым барабанщиком стал бельгийц Дирк Вербурен, который ранее был барабанщиком Soil Work, а также до сих пор является участником норвежской дэтт-метал-группы Kadiver. Ну а с бас-гитарой творились более серьезные и интересные приключения. В мае 2021 года, после нашумевшего секс-скандала, из группы был уволен один из ее основателей и бас-гитарист Дэвид Эллифсон, который к тому времени уже записал все свои партии к новому альбому. Дэйв Монстейн объявил, что партии баса будут перезаписаны другим музыкантом, которым стал никто иной, как Стив Ди Джорджио. Ну а постоянным басистом вновь стал Джеймс Ломенцо. Но, безусловно, самое серьезное испытание пришлось перенести самому Дэйву. Летом 2019 года у него диагностировали рак горло, группа отменила концерты, а сам Дэйв начал лечение, которое, к счастью, оказалось успешным. И уже 20 января 2020 года Мегадетт были на сцене. Кроме всего прочего, из-за пандемии гитаристу Кико Лорейро пришлось работать над альбомом дистанционно, так как он находился в Финляндии. Все это привело к тому, что дата выхода альбома неоднократно переносилась. Сначала на весну, потом на лето, а потом и на осень 2022 года. В общем, альбом рождался непросто, тем интереснее конечный результат. После выпуска неудачного Супер Коллайдер и некоторой реабилитации на пластинке Антиутопия, всем было интересно, что представит Мегадетт на этот раз, тем более, что наполовину сменился состав. Альбом состоит из 12 композиций плюс 2 бонус-трека, которые в кавер-версии. Спродюсировал альбом сам Дейв Мостейн совместно с Крисом Рейкстероу, который также был продюсером на прошлом альбоме. Первый сингл, он же «Закрывашка» самого альбома «Will be back» вышел 23 июня. Песня, несомненно, порадует любого поклонника старой школы американского трэш-металла своей гитарной игрой и тяжестью. Самая быстрая вещь на альбоме и одна из самых запоминающихся и узнаваемых песен Мегадетт. Понятное дело, не обошлось без самоплагиата, но звучит здорово и мощно. Это солдатская история о храбрости, личном самопожертвовании и воле к выживанию. Это первая часть трилогии видеоклипов, которая была выпущена группой в связи с выходом нового альбома. 22 июля был выпущен второй сингл «Ночные сталкеры» – самая насыщенная на события и самая длинная песня на пластинке. Безусловно, она также является одной из лучших и самых узнаваемых песен на альбоме. Классический и довольно агрессивный трэш-металл с лучшим рифом на альбоме. В качестве гостя имеется рэпер и фронтмен группы BodyCount Ice-T, который вставил в песню устный куплет. Вот что рассказал Мастейн. Цитата. «Мне очень нравится Ice. Я действительно восхищаюсь тем, что он сделал. Он талантливый человек. Возможности, которые ему предоставлялись, он заставлял их работать на него. У нас просто дружба, основанная на том, что мы открали на своем жанре». Вообще, Ice-T известен своей любовью к тяжелой музыке. Так, например, он сотрудничал со Slayer, Matterhead, Propane и Six Feet Under, а также выступал с Black Sabbath. Хотя, на мой взгляд, включение хип-хопа в трэш-металл-песню – совершенно неуместна и в целом плохая идея. В общем, композиция получилась достаточно многослойной. Есть даже что-то типа соло на флейте и чистая бас-гитара, которые появляются где-то на пятой минуте. Это песня, которая вполне могла бы стать шедевром, учитывая, как много всего происходит во время ее исполнения. Но в то же время кажется беспорядочной. А включение рэпа – так вообще. Сама композиция, по всей видимости, посвящена 160-му авиационному полку спецназначения армии США, также известному как «Ночные сталкеры». Кстати, Ice-T – сам бывший рейнджер, поэтому его участие в записи в этом отношении не случайно. Третий сингл «Soldier On» вышел 12 августа. Сама композиция получилась слегка необычной в плане свингующего ритма, что выделяет ее среди выпущенных синглов. Тем не менее, тяжелый, но не такой мощный, как первые синглы. В песне очень длинный и запоминающийся припев о необходимости сражаться, несмотря ни на что. В день выхода самого альбома группа выпустила еще один клип на заглавную песню альбома, она же открывашка «The Sick, The Dying and The Dead». Песня начинается с тревожного вступления с колоколами и повторяющимися криками, вытащив своих мертвецов. Сама песня – это притрешованный хэви-метал, весьма динамичная, и в ней много всего интересного, в том числе и соляков. Хорошее открытие, но далеко не хитовое. Далее идет «Life in Hell» – короткий и быстрый треш-метал-боевик в лучших традициях группы. Есть ориентированный на грув-бридж, в котором Мастейн зачитывает как заклинание рассказ о бесцельно прожитой жизни, а дьявол в конце говорит «Добро пожаловать в ад!» «Я твой хозяин». Еще одна шестиминутная песня – «Dogs of Chernobyl». Песня в более среднем темпе, который потом увеличивается, а Дэйв почти рэперским речитативом рассказывает о тех ужасах, которые испытывает человек, находящийся в зоне поражения при ядерной катастрофе. Кстати, недавно онколог Дэйва рассказал, что он стал соавтором лирики для этой песни, что Дэйву нужны были очень описательные тексты о радиации. Далее идет средняя часть альбома, состоящая из четырех композиций, которая, на мой взгляд, несколько выпадает из общей структуры пластинки. Дойдя до трека номер пять, начинаешь немного скучать. В общем, такие песни, как «Sacrifice», «Junkie» и «Killing Time» – не сказать, что плохие, но и зацепиться здесь особо не за что. Они имеют гораздо более простую структуру, но в результате менее запоминаются. Поздний «Mega Dead» с явным креном в сторону хэви-металла. В этом наборе есть еще трек «Психопатия», который является просто минутной интерлюдией. Трек номер десять – один из самых коротких, но в то же время достаточно хороший. Это как вознаграждение фанатов за неудачную среднюю часть альбома. В основном скоростная композиция с отличными рифами и соло-партиями. Отдельное спасибо барабанщику Дирку Вербурену. Ну и предпоследняя композиция и последняя в обзоре – «Космическая миссия на Марс». Симпатичная и веселая песня, которую можно спокойно крутить по радио, во всяком случае до середины трека. Очень понравилось вступление. Ближе к концу идет очень неплохая музыкальная часть, но все портят звуки каких-то космических переговоров, причем даже не на заднем, а на переднем плане, которые просто все убивают. Короче, песня переполнена различными эффектами, звуками, ну и тому подобным. В качестве общего вывода. «Мегадет» записали очень разнообразный и очень неровный альбом. Отчасти, наверное, виной этому послужили проблемы с составом, но они случались раньше. Безусловно, сказалась и тяжелая болезнь Дэева, несмотря на которую его голос, так нелюбимый многими, звучит в принципе и неплохо. И вообще он заслуживает всяческого уважения. Минусы альбома. Пластинка просто перегружена различными сэмплами, вставками фраз и тому подобным. Мало того, она довольно растянута 55 минут, и это без двух бонусов. Некоторые песни имеют ненужные и лишние элементы, а некоторые композиции вообще не стоило включать в альбом, который бы только выиграл от сокращения пары песен, чтобы собрать более плотную коллекцию. Пластинка реально провисает в середине, после интересных вступительных треков и перед завершающими. Понятное дело, имеет место и самоплагиат, но здесь хотелось бы сказать, что музыка должна все-таки поддерживать связь с прошлым, хотя бы для того, чтобы обеспечить прочность и долговечность самой группы. Плюсы альбома. На пластинке есть достаточно интересные и мощные композиции. Новые участники отлично вписались в коллектив и техника исполнения на высочайшем уровне. Отдельно стоит упомянуть Дирка Вербурена на барабанах, который привнес экстрим метал колорит в некоторые песни. Кико Лорейро – отличный гитарист, и ему дали явно больше свободы в плане написания песен, и они очень хорошо гармонируют с Дэйвом. Вообще нынешний состав Мегадет без сомнения лучший с 90-х, особенно теперь, когда Джейбс Ломенцо вернулся в качестве постоянного бас-гитариста. Ну и хочется закончить словами Дэйва, который сказал следующее. Цитата. «Было здорово работать с Кико и Дирком в течение трех месяцев в Нэшвилле летом 2019 года, чтобы превратить эти демо в песни. Я приходил в студию, и все они приветствовали меня объятиями и похлопываниями по спине. Все, что я получил, это поддержку. Я играл что-нибудь, и это было типа «отличное соло, Дэйв!» Просто поощрение. «Я думаю, что помимо того, что мы сделали отличную запись, у нас получилась отличная группа». Конец цитаты. Что тут скажешь? Состав действительно отличный, так что ждем новых работ. Ну а на этом все. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok